Фотосеты любимого чада родители начинают заказывать буквально с рождения. Сейчас в моде съемка новорожденных в обычных условиях, дома рядом с родителями. Сейчас это такую максимальную популярность набирает. Люди не хотят куда-то выбираться, стараются сниматься дома, настоящая живая квартира. Что касаемо новорожденных, сейчас в тренде, скажем так, это уход к минимализму. То есть это цветовые сочетания основные, да, минимум каких-то реквизитов. То есть это может быть просто милая повязочка, милые какие-то игрушки, с которой ребенок. Если это, допустим, мальчишка, какой-то стильный костюмчик. Популярные фотосессии раз в сезон или год. Получается целая история взросления. Маленькая Софья первый раз снялась еще в животике у мамы. А сейчас девочка во время фотосессии уже вовсю беседует с фотографом. Некоторые семьи, они прям растут на моих глазах. То есть прям детишки у них появляются, они вырастают. Первые шаги, первые слова. Вот я говорю, сейчас уже Соня говорит, прям уже словосочетаниями говорит. И она такой разумный человек уже. Это безумно интересно. С детьми постарше главное удержать внимание, признаются фотографы. Кто-то, как Татьяна, разговаривает с ними о любимых мультиках, играх и увлечениях. А во время ответов ловит естественные эмоции. У Юлии есть фишки для привлечения внимания. Это бывают игрушки, которые надеваются на руку. Это бывают какие-то пищалки. Очень привлекает внимание. И за счет этого у меня получаются кадры, которые смотрящие в камеру. В последнее время на съемки я беру с собой свою собаку. Сейчас очень модно снимать азбуку детям, то есть с какими-то аксессуарами, где основной это ребенок и какой-то аксессуар, допустим, на какую-то букву. А вот для фотосессий с подростками реквизит уже вряд ли понадобится. Четвертый, девятый класс, одиннадцатый класс, это уже взрослые люди, которые уже как бы стремятся, ну, как бы свой статус показать там, да, как-то вот. То есть они уже стремятся к каким-то каталожным съемкам, то есть что-то такое уже стиль. Сейчас, в принципе, тенденция на съемку – это естественность, натуральность, непринужденность, искренность. Допустим, если это уличная съемка, там кто-то чем-то увлекается, там может быть скейт или велосипед, например, да, то есть вообще атрибутику я советую брать ту, которая к вам относится. И не забудьте хорошее настроение, тогда и снимки получатся позитивными и точно оставят приятную память на долгие годы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!